Можно сказать, следующий выступающий, Дмитрий Муратов, главный редактор новой газеты. Вы знаете, я слышал тут замечательную мысль о том, что очень бы хотелось, чтобы те люди, которые не пускали мораль, когда-то оказались на ее месте. Я с этим категорически не согласен. Эти люди, которые ее не пусили в страну, должны оставаться с нами, чтобы через какое-то время, во время суда, не надо было объявлять их в международный розыск. Это сложно, международный розыск, мы это знаем сейчас по делу Ани Политковской, нашего обозревателя. Это сложное дело. Оставайтесь с нами. Мой друг, замечательный поэт, замечательный рокер, написал недавно потрясающую строчку. Я ее процитирую. Он написал про людей с волосатыми глазами. Вот эти люди с волосатыми глазами вчера отмечали свой праздник. Заливали эти волосатые глаза, и они покраснели. Мы знаем их в эти глаза. И я полагаю, что справедливость восторжествует. Илья вместе с Наташей будут встречаться, где захотят. А Маша Гайдар не права, когда она сказала, что она была нашим другом. Она остается нашим другом. Маша спутала здесь форму глагола. Это не страшно. Я хотел бы заметить, что я впервые выступаю за возвращение прямого нашего конкурента, ведущего спецкора New Times, в Москву. Ну ничего, как-нибудь поконкурируем. У нас есть общие объекты изучения. Спасибо вам за то, что вы будете про это читать. Долой власть чекистов! Друзья, я вряд ли ошибусь, если скажу, что большинство собравшихся здесь испытывают чувство гнева. Справедливого и благородного гнева по отношению к тем людям, которые выгдали из страну нашего товарища. Но не надо стесняться этого гнева, потому что это благородное и честное чувство. А вот те люди, которые сидят в Кремле и которые ответственны за это изгнание, они пусть боятся и они пусть знают, что рано или поздно им придется отвечать за свои поступки. И за Наталью Марарь, и за другие свои преступления. За все придется отвечать. Слово предоставляется главному редактору ежедневного журнала Александру Рыклину. Здравствуйте, друзья. Для меня на самом деле большая честь выступать перед вами. Я благодарен вам всем, что в такой морозный московский вечер вы сочли для себя необходимым прийти сегодня и выразить свое отношение к тому, что произошло с нашим коллегой. Знаете, в связи с делом Натальи Марарь есть ряд обстоятельств. Первое обстоятельство для меня совершенно очиневинное. При нынешнем политическом режиме Наталья Марарь в Россию вернуться не сможет. Этот режим в таких вопросах не отступает. Второе обстоятельство. Есть веские основания полагать, что в следующем году этот политический режим прекратит свое существование. И тогда Наталья Марарь, конечно, сможет вернуться в страну. Смотрите, что происходит. Совершенно очевидно, что идет нагнетание. Обратите внимание на то, как недалеко сегодня жестко, я бы даже сказал жестоко разгонялись митинги по всей стране, митинги протеста против повышения тарифа, пошлин на возимые автомобили. Этот режим не гнется, этот режим не имеет никакой возможности к модификации, он не реформируем. И ровно на этом основании, я полагаю, что осталось ему немного. Но это вовсе не исключает, а вернее, это как раз подразумевает то, что все мы, все мы без исключения должны приложить максимум сил для того, чтобы, наконец, в нашей стране воцарилась демократия. Так, как мы ее понимаем. Понятно, что сегодня мы протестуем и требуем не только возвращения Натальи Марарь. Мы говорим, что цензура – это составная часть этого политического режима. Что если бы в самом начале своего существования цензура не была бы введена как непременное условие существования средств массовой информации в России, этот режим не посуществовал бы и двух лет. Они это быстро поняли, и они быстро закрутили эти гайки. И как только кто-то пытается чуть-чуть своими собственными силами, как это, собственно, делал и Марарь, ослабить эту резьбу, они действуют жестоко, жестко и довольно быстро, как и случилось с Натальей Марарь. Знаете, я верю, я верю в то, что вместе мы сможем переломить эту ситуацию. Я верю в то, что в конечном итоге они уйдут. Они уйдут, а мы останемся. И Марарь приедет в Россию, и будет работать там, где захочет, и будет жить там, где захочет. И давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы это время приблизилось. Удачи вам, счастья! И не уйдут! Надо погнать! Дорогие друзья, Дмитрий Муратов сказал, что я использовал неправильный глагол. Я сказала, Наталья Марарь была нашим другом. Да, Наталья Марарь была нашим другом в России. Теперь она наш друг в Молдавии. Действительно, глагол был использован неправильно, без уточнения. По поводу того, что говорит Александр Рыклин. Конечно, они не сами уйдут. Они уйдут только с нашей с вами помощью. И мы постараемся им в этом очень помочь. Я не знаю, уйдут ли они в следующем году. Я не знаю, уйдут ли они через два года, через три, через четыре или через пять. Но то, что они когда-то уйдут, и то, что мы когда-то их выгоним, и что мы когда-то добьемся правды, и то, что мы когда-то добьемся, чтобы все эти люди были на скамье подсудимых, в этом я абсолютно уверена. Мы не забудем их преступления. Мы не забудем то, что они выгнали Наталью Марарь. Мы не забудем им ничего. Мы не забудем и не простим. И Наталья Марай сможет вернуться и сможет жить в России вместе со своим мужем Ильей Барабановым, который ее очень ждет, который организовал этот митинг и который сейчас будет выступать. Илья Барабанов, журналист New Times тоже, по совпадениям. Россия без Путина! 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 Добрый вечер, дорогие друзья. Я в первую очередь хочу сказать огромное спасибо каждому из вас за то, что вы пришли сегодня на эту площадь. Честно, это очень важно и лично для меня, и я уверен, для моей жены Наташи Марай. Декабрь, та борьба, которую мы ведем с коллегами вот уже больше года, это для меня не только дело политическое или журналистское, это для меня личное дело, потому что речь идет о моей жене. Декабрь очень странный в этом плане месяц. Мы отмечаем этот месяц годовщину высылки Наташи, мы отмечаем День Чекиста, мы отметили совсем смешной праздник 15-летия Конституции. Это было совсем смешно, 15 лет назад, когда эта Конституция писалась, никому не пришло даже в голову внести среди множества формулировок о том, на что каждый человек имеет право самую простую, о том, что каждый из нас имеет самое простое, самое элементарное право на счастье. Никому не пришло в голову, потому что никто не думал, что в какой-то момент государство начнет диктовать нам, кого мы можем любить, а кого не можем, с кем мы можем строить семью, рожать детей, строить дом, а с кем нам это делать запрещено, потому что этот человек представляет угрозу конституционному строю Российской Федерации. Никому не приходило это в голову. И никому не приходило в голову, что переписать Конституцию, что делается сейчас на наших глазах, намного сложнее, чем сломать одну человеческую жизнь. Это можно сделать одним звонком, одной телеграммой, одной фразой и даже одной строчкой. Мы это хорошо знаем, потому что все, кто здесь сегодня выступает, это журналисты, и мы, как никто другой, знаем, что такое сила печатного слова. Я верю, что очень скоро наступит тот момент, когда Наташа сможет вернуться в Россию, когда каждый из нас сможет честно, громко и уверенно сказать, я свободен. Мы уже свободны. Каждый из нас, кто пришел сюда, мы уже свободны. Спасибо вам огромное. Паспетельца в Москву!